Как рассказала заместитель и руководитель управления образования Заурья Гумарова, на начало предстоящего учебного года ожидается функционирование 379 среднеобразовательных школ с контингентом более тысячи учащихся. Более 13 тысяч первоклашек впервые сядут за парты. Учеников 4-х, 9-х и 10-х классов ожидают занятия по обновленной программе. Для них разработаны новые учебники. На их приобретение из местного бюджета выделено 2,4 миллиарда в тенге. В 2019 году, согласно утвержденного плана перехода на обновленное содержание образования, приобретаются учебники и учебные методические пособия для 4-х, 9-х, 10-х классов и учебники для классов предшкольной подготовки, а также в рамках программы «Рухани Жанру» в христа мате для участия 5-х, 6-х, 7-х классов по предмету краеведения и по циклу фондирования в связи с увеличением контингента недостающей учебники для остальных классов. Как заявляют специалисты, нехватки кадров в предстоящем учебном сезоне быть не должно. Потребность в педагогах разрешат за счет принятия молодых специалистов. Из-за миграции населения 4 школы по-прежнему вынуждены работать в 3 смены. Проблема эта разрешится только тогда, когда построят новые образовательные учреждения. Сегодня 7 школ являются аварийными. Капитального ремонта требуют городские школы номер 31, 33 и районные школы. «В 2019 году для капитального ремонта трех объектов образования из республиканского бюджета в рамках программы АУГИ или БСГ выделены средства. Это средняя обширновательная школа номер 1 в городе Чапаево-Акжаевского района и средняя обширновательная школа имени Жаксугулова и Сатпаева, сели Тоскала, Тоскалинского района. В целях ликвидации аварийной школы для сокращения трехсмены обучения в 2019 году на строительство трех школ из республиканского бюджета выделены средства. Это школа на 300 мест с интернатом, на 100 мест в селе Чапаево-Акжаевского района, школа на 600 мест в селе Косталовского района, школа на 51 мест в городе Уральске». В ходе брифинга журналистами была затронута проблема организации школьного питания. Известно, что родители недовольны, чем питаются дети во время занятий. Спикеры ответили, что на рассмотрении находится вопрос об увеличении суммы, выделяемой на школьное питание в начальных классах. Также было отмечено, что в скором времени родители в режиме онлайн смогут следить за тем, чем питается ребенок в школе. «Как вы знаете, у нас питание во всех школах организуется через арендаторов. Есть соответствующие правила организации питания школьников. И совместно с палатой предпринимателем Атамикен в пилотном режиме в городе Уральске в школах будет как бы не теряно питание через электронную карточку». На вопрос о тяжелых портфелях школьников, зачастую ведущих к проблемам со здоровьем, представители управления образования ответили, что по желанию родителей часть учебных пособий может быть заменена на электронные учебники. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.